О, дровишки! Значит у них зимы тоже бывают? Ну да, здесь близко горы. Ну что, продолжаем поездку по Болгарии. У нас это отлично. Вот он памятник такой. Да, но жарко. Сейчас еще относительно утро. Сколько? 24. Но солнце как-то больше чувствуется, нет? 24 в тени. Солнце, конечно, у них жмет. Но это же здорово, олень. Вот дровишки, дровишки люди загадавливают. Слушай, есть недостройки какие-то, а есть душевные домики, нет? Хорошие. Есть вот старого простого здесь? Школа? Слышно, нет. Ну конечно, ну да. Да, это похоже на школу. Так, нам сюда. Да, да, тут спесь. Ну вот, это город... Да, бабуля, посмотри, где усохнет. Бабуля, молодец. Бабуля, молодец. Слушай, да. Наверное, много лет в человеках. Сто, наверное, выглядит. Потому что солнечная погода, все такое, вещь. Ну вот, город Самоков. Ну вот, проедем. Хорошо, что увидели внутренние квартальчики, так сказать, обычных людей. И потом по трассам проедем еще. Еще всю Болгарию. Не знаю, интересно, не косит траву? Не, ну, косит, наверное. Ну, здесь чувствую. Хотелось сказать, что, наверное, выжигается. Солнце померяется. Южная такая атмосфера. Ну, это далеко, не, не далеко от столицы, получается. Километров сорок от Софии. Это городок просто Самоков. Так. И Болгария единственная страна Евросоюза, которой пользуется кириллицей. Болгарии говорят, что русские алфавиты, русские и все эти письменности. Это от них, от болгар. Вот, так болгары думают. Ну, наверное, они ближе к Византийской империи тут. Прямо. Ну, Стамбул. Это там же Византийская империя. Тут до Стамбула 300 километров. Ну, не знаю. Ну, как там исторические споры, я не вникал. Но мне такое сказали. О! Многоквартирная застройка. Мы видим классический. И вот утепленный дом. Не понимаю, зачем утеплять. Но реновированный. Хорошо. И такое. Советское. О! Ребята сидят с утра. Молодцы. Кофе пьют. На релаксе здесь в теплых странах люди. На релаксе. Ну, правильно. Так и надо. А то мы северные балты тут все на стрессе. Все на нервах. А люди больше на релаксе. Ну. О! Мусорок. Чуть-чуть. Ну, и есть мусор, да, где-то. Не знаю, почему в теплых странах, кстати, это всегда проблема. Либо то, что люди на релаксе как бы и не парятся. Он как бы не мешает этот мусор. Как бы в северных странах тебе просто холод и обстоятельства как бы подталкивает тебя от действий. Не знаю. Ну, так. Ну, все равно. Нам интересно посмотреть, как люди живут. Мы не для того, чтобы там как бы обсуждать людей или что. Ну, смотрим, где и как люди живут. Ищем хороших людей. Намного хороших людей, с кем пообщаться. Ну, так. Мне кажется, южане, они всегда так релакснее и добрее, что ли. Может быть, исторически, так климатически, что ли, так сложилось. О, выезжаем с Самопов. Пока. Холмик. Ну, после тех гор, где мы были, это уже действительно Холмик. Холмик. Сейчас. Перестань. Трассы. Не, видите? Тут яма весь. Такие некоторые. Ой, ой, ой. Да, да. Здесь вот. Да, здесь вот. Это, правда, дорога такая, чисто полулесная. Нам сейчас на трассу надо где-то выехать. Но все равно где-то вот, где попадаются. Повороты такие. Не, на повороты. Ладно. Главное самое, что яма, во, как здесь. Ну, что это такое? Страшно. Да, да. Впереди, посмотрите. И что это? Это как будто здесь какая-то балканская война прошла. Но это же не так. О, бум. Непорядок. Ну да, если нестись. Если нестись, можно обломать колеса. О, ужас. Такое бывает, да. Да, да, да. Новосело было написано. О, новосело. Да, тут какие-то аварийные дома. Да, да, я вижу. Да, да. Не, я бы не хотел в Новосело жить, но я уверен, что люди здесь душевные и добрые. Я просто в этом уверен. Кстати, в таких местах обычно часто люди именно хорошие. потому что они попроще и непривередливые, но без выпендрежности такие, да. Поэтому мы не брезгаем никаких людей. Нам нравятся хорошие люди, простые. Ну, зато мы увидели супер глубинную Болгарию. Во! Пока мы тут по бесплатным дорогам ездим. О, слушай, да, пожилой человек. Очень пожилой. Ну, молодец человек. За здоровье крепкое. Здесь хорошая дорога, ну, в смысле, друзья. Ну, там был участок, да. Ну, вот. Вот. Ну, все. Сейчас мы знаем, как выглядит супер глубинная Болгария. Было написано супи. Алин, ты хочешь там поесть супи? В этом? Не, я не. Пока нет. Мы пока едем по бесплатной этой дорожке. Тут надо ямки смотреть. Так не видно. Нет, там палаточка стоит. Там какой-то курортик вон. Люди в глубине Болгарии. И хвойные леса вокруг. Алин, тут есть боровички, я уверен. Я, я нашел бы. Вот тут все останавливаются. О, это, ну, это озеро Алина. Это не река. Не, не, это озеро. Посмотри, какое. Ого. Как курорт там был. Ого. Похоже. Ого. Не, нет. Нет, нет. Ну, нет, нет. Ого. Это такое большое. Ну, нет, нет. Это огромное озеро. Сейчас я посмотрю. Это искр. Язеро искр. 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 Это искр. ветер конечно мощный тоже а я думал это это не надо ли это стекает вода может можно спуститься но я наверное не хочу алина тут мог есть тут есть боровички я уверен вот сейчас я пойду за грибами ой и посмотрите на обочине что мы увидели о избили бедного что это барсук бедный с жив кого проедем жив я да и гуляет тоже очень простенькая глубинка даже не знаю с чем в латвии сравнить в латвии мне кажется даже самые глубинные они сейчас так прибраны и понимаю что там может быть работа нет завода в больших и что как-то вот вот настолько просто нет я имею ввиду что прям так облуплено бывает каждым по здесь не не марки здесь какой-то не что-то что-то подсолнухи поле заброшенное здание коров и да это городок их тиман их тиман ну давай проедем где их тиман вы какой-то вот наконец-то душевная повозочка смотри сами нет просто я знаю что в пловдиве есть такой район где цыгане живут большой но так экзотичный смотрел Конечно, было бы интересно проехать, но как бы? Он у нас ведет, конечно. Да, он у нас ведет, да. Но зато мы увидим всю суть. Какому-то из горных этих самых... О, тут даже многоэтажечка есть, представляешь? Четыре почему-то. Детская площадочка. А, все-таки этот Нарсик впереди проехал. Он знает как. Детская площадочка. Еще тут есть эти лежачие полицейские. Мы только что наехали на один. Без знаков, без обозначений. Просто бетонная куча посередине этого самого. Это, конечно, ужасно. Так не должно быть. Детская площадочка, наверное, с советских времен еще осталась, не? Такой экстримчик. Ну да. Некоторые вещи, скажем так, в Латвии уже не увидишь. А, здесь пока еще есть. Там просто наблюдение. Такой эффект бардачка. Вот. Хотя бы с этими лежачими полицейскими. Так не должно быть. Он должен быть заранее обозначен. Вот. В какой-то центр мы заехали. Слушай, мне кажется, цыгане. Может быть, тут такой город, или? Да, слушай. Да, слушай, тут ребята не запарились. О, Пепка есть даже. Ихтиман Пепка. А, ну это городок. Ну это городок, да. Городок, да. Когда мы приехали из Риги Бенспелс, смотрим на улицах то, что нам бросалось в глаза, да, ну, что цыгане ходят, да. Ну, потому что это люди немножко экзотично выглядящие для нас, да. И поэтому так бросалось в глаза, потом привыкли. Ну, у нас есть знакомые, ну, хорошие люди, многие. А здесь, наверное, в Болгарии их, ну, намного больше, как национальность. Так же, как если поедете в Великобританию, там много темнокожих людей. Ну, для нас мы просто не часто... Вот видите, лежачий полицейский без обозначений. Ну, да. Ну, так вот. И как-то бросается в глаза просто интересно, экзотично посмотреть. Ну, необычно. То, что у нас в Латвии мы не видим. Например, темнокожих людей в Латвии практически нет. Поэтому, когда на улице видишь, так-то как? Кажется, о, посмотри, посмотри, как красивый человек черный идет, да. Ну, так. Так и здесь, наверное, это уже цыгане. Цыган много. Ну. Может, как лучше сидеть здесь? Да. О, мужичок едет, не парится. Скорее бы, трассы, сушу, 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 сушу. Интересно. А, ну, вот здесь обозначение лежачий полицейский. Ну, вот здесь. Ну, вот здесь, потому что это пишет. Да. Да. Вот так, вот. А, это же такое. Мурал на стене. С ними там. Что это за райончик такой? Этот бардак. Ну, это свалка какая лежит. Там, конечно, не должно быть. Там же дожилые там или что это? Там же дома жилые, да. Ну, что это значит? Да-да, посмотри на этих мусоров. Надо сухотник устроить. Это странно. Это цыгане, да. Это цыганский район. Наверное. Поэтому так необычно. Конечно, блеск. 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 Да-да. Мусор и лошадь. Блеск. Да-да. Да, мусор. Ой, лошади в мусоре рваются. Алина не могла удержаться. Только вот этого городка уехали. Выехали вот еще на фоне. Ну, и тут подсолнухи. И все, мы хотим сфоткаться. Алина, вернее. Ну, красиво. Очень красиво. Но они еще не созрели. Здесь будут семки. Да, для нас шикарно. В Латвии такого не увидишь. Подсолнухи на фоне гор. Здорово. Алина сделала преступление. Она сорвала подсолнухи. Ну все, Алина. Сейчас ты будешь 10 лет в болгарской тюрьме отрабатывать вот эту вот страшную кражу. Кражу. Ну вот. И выехали на виньеточную дорогу. Туннеля. Ну куда написано? Нет, ответа нет. А ты при этом? Туннел. 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 О! А здесь есть свет. Видишь, красиво освещается. Скоростная дорога хорошая. В Болгарии горы. Кто любит горы, гулять по горам. Можно от души и от сердца оторваться. Красота. Ну вот как здесь. Да? Разрешено 130. Ой, как трясет. Это бардак. Как не должно быть. Здесь уже надо покрытие менять. Ну вот местами очень хорошая. А местами вот такое. Ну, проехать можно, но ему такое отреагивает. На такой скорости. Да-да. Либо знак ставьте тогда, что там не больше 100 скажем. Да. Если вы обратите внимание, правый нижний угол температуры на улице плюс 33. Что же здесь? Висет сено по трассе. А здесь хорошая трасса. И облака нагнала. Дождик может даже будет. Работает человек. Дождик не может прорваться. Жарко ему. Вот этот холмик. Напоминает Эрмужуц. Приличное случается. Но это же не звукоизоляция. Это защита от мух. Нет? А или пыль. Может быть, когда они собирают эти подсолнуха. Или мух их залетает, чтобы на стекло не бежать. Алина в шоке от жары. Ехали в Макдональдс. Это первый раз в жизни, когда летом Алина говорит, нет, лучше внутри поедим. Потому что на улице такая жара. Но мне так это нравится. Алине жарковато, нет? Да. Там вдали пожар. Не знаю. Наград выращивают. Может там моря какая-нибудь. Мы как бы формально заехали в Бургас. И образовалась страшная пробка. И вот он город Бургас. Вот он город Бургас возле моря. Но мы не туда сейчас. Мы повернем сюда. А? И вот море. Черное море. Тут Бургаское озеро. И там море. Приехали из Белого моря. Балтийское. Натышское слово. Балт в белый. В Черное море. О! Тогда по морю. Всегда по морю. А нам не по морю. Оно в стволу вар. Отели уже точно с дентом строят еще. Несебар. Несебар город. На одном еще. До солнечного берега чуть-чуть. О! Как тематически сделанные аквапарки совершенно. Интересно. Такие высокие горки. Мы пойдем. О! Какие резкие горки. Знаешь, ты хочешь, чтобы я умерла там? Ты что? Мы не пойдем на такие. Ой! Всегда хотела на вот такую ванную для детей. А это что такое? Grand Resort. О! Посмотри, зая! А что это? Ну. В таком стиле. Так. О! О! Посмотри наверх. Сюда, сюда заворачиваем. Все идут как селедки в бочке. Так. Солнечный берег. Это пока мы в глубине, но едем в правильном направлении. Все курортники мира. Оп-оп-оп. Пожалуйста. Мы из Латвии. Мы пускаем. Но она явно это не ожидала. Она так засмущалась. О! Малина прям такими ящиками пытается учиться. Не знаю. Заворота проработана. Лево. Лоб заворачивается. Так. Оп-оп-оп. Так. Выпустим мышцы. Приехали. Ну вот, наконец-то мы приехали в солнечный берег. Чтобы отдыхать. Квартирку сняли. Отличную. Давайте посмотрим на балкончик. У нас бассейн тоже есть у дома. Здесь я не знаю метров сколько каких. 900 до моря наверное идти. Вот здесь такой вид. Вид больше на горы. Море с другой стороны. Ну вот так. Олен, будем отдыхать?